Салют, пипл! С вами Хьюман, и как всегда, глоточек полезной и вкусной информации для вас. Это оно. Ну что, друзья, вот и вырисовались первые новые ценники на видеокарточке Refresh от AMD. И, как оказалось, новый процессор с громадным кэшем 3D V-Cache, который мы с вами рассматривали, можно оверклочить, если сильно захотеть. Но под конец я вам предлагаю ответить на главненький вопрос, что у нас будет с майнингом с майнингом на видеокартах сейчас. Погнали! Ну что, друзья, я могу вас поздравить. Видеокарты Refresh постепенно поступают в продажу. Да, пока что официального релиза у нас не было, но они появляются на сайтах магазинов. Во всяком случае, все это уже есть у нас в итальянском магазине от ритейлера Breakpoint. У нас там получаются и 6950XT, и 6750XT, и 6650XT. Да, вы правильно заметили, что 6850XT нет. Ну и, естественно, наш славно известный сливер информации в IT-индустрии, ну, глазастые уж точно. Поэтому он нам предоставил данный лакомый кусочек инфы. В итоге, нам с вами... Нам с нами... В итоге, нам с вами дают возможность ознакомиться с тремя видами флагманских видеокарт в этой серии. С двумя, скажем так, среднего сегмента, ну и еще с двумя условно-бюджетного. Назовем лучше стартового, а то бюджетный не совсем тут клеится. Если говорить за хай-энд видеокарточки, то сейчас есть только версии Токсик и Нитро. Ну а средний и стартовый в виде того же Токсика и Пульс. Я че-то погляжу, в последнее время Пульс очень актуален. Ну вот, далеко ходить не нужно, я видел, по-моему, 6500, и недавно мы с вами только-только рассматривали RX 6400. Ну, прям линейка достаточно популярна у партнеров. А вот если говорить за цены, то они капец какие дикие. Да, я понимаю, что это предварительно, но тем не менее, выставлять флагман 6950XT больше, чем за 3000 евро, ну, по-моему, это уже полнейший перегиб. Это в два раза больше, чем обычный 6900XT флагман. Конечно, когда видеокарточки официально релизнутся, скорее всего, ценники будут, ну, на порядок, не на порядок, ладно, а то вы меня вечно подчеркиваете это на порядок, ниже все равно. Да и в целом, по такой стоимости сейчас брать не будут. Мы видим, что улучшена логистика, количество карт и так далее, их снижение, уже неоднократно вам об этом говорил. Поэтому явно на исходе не будет таких завышенных ценовых политик. Просто смешно посмотреть на ту же RX 6400, которая затычка, которая стоит 360 евро. Ну, то есть, условно говоря, давать 400 долларов за этот кусок хлама. Такое. Короче, ждем 10 мая. И да, буквально недавно мы с вами смотрели предварительные тесты нового камушка AMD 6800X3D, да? И там у нас были тесты в 720p и 1080p, смотрели, сравнивали, что там как. И мы говорили, что этот камень не оверклочится. AMD-шка, так сказала. Ну, как бы, заблокированный множитель и все на этом. Нашлись люди, которые смогли разогнать. Тут вообще в чем соль. Изначально заблокированный множитель, да, как я вам сказал, то есть, AMD не дает возможность все это разгонять. И у нас еще вопросы могут быть по кривой напряжении. То есть, если, допустим, мы с вами берем какой-нибудь там любой, в основном, Ryzen 5000 серии, то они могут спокойно себе работать там на вольтаже 1.5-1.6. Ну, да и все, проблем нет. Ну, после разгона, естественно. Но 5800X3D со своим 3D-стеком, к сожалению, максимум, который у него возможен, это 1.35 вольт. А выше все, как бы, никак. Ну, в противном случае, это нарушает кривую напряжение и камушек мы с вами повредим. Поэтому, X3D, если поддерживает разгон, то только через FCLK. Но, как я вам и сказал, безумельцев тут не обошлось. Всегда найдется энтузиаст, который пробьет защиту любой-любой фирмы. Человечек под ником SkaterBencher все-таки нашел способ разогнать. С 4.5 ГГц до 4.8. А 300 МГц, извините меня, так на улиц нигде не валяется бесплатно. И все это произошло через BCLK. А саму частоту BCLK вообще удалось поднять с соточки до 105.9 МГц. Но нужно учитывать, что для этого нужна хорошая, надежная платформа. И весь этот разгон стал возможен при использовании материнской платы Asus Rock Crosshair 8 Extreme. По большому счету, это вообще схожая история, когда вот ребятки гнали Intel Core 12-го поколения без буковки K. То есть там, где разгон в принципе приори невозможен. Но, возможно. Так что да, пусть множитель и заблокирован, но все же на некоторых материнских платах вы со спокойной душой, ну ладно, не со спокойной может быть душой, но сможете разогнать камушек. И вот на этом я бы закончил с вами повествование, но пока я писал текст, взлетела еще одна информация по этому камушку. Потому что теперь его разгнали до 5 тысяч... 5 тысяч 140 МГц. Вау. А плюс 600 МГц, извините меня на золоте, ну камушки-то... ну это ничего себе. И вот, если опираться на данный Overclock 3D, то уже даже сама фирма AMD, она ищет метод, чтобы, ну скажем так, при покупке этого нового камня 6800X3D, вы смогли себе уже на автопилоте разгонять его. То есть не заморачиваться, а вот какой-то метод они хотят подготовить. Какой конкретно пока что не ясно, ну то есть множитель они вряд ли разблокируют, скорее он будет заблокирован, но вот даже AMD уже официально хочет сделать так, чтобы был, скажем так, авторазгон. Так что, скорее всего, ждем лучший вид разгона на BLCK. Да, друзья, тут у нас сплава информация, которая поясняет, будет ли сейчас майнинг, в частности, на видеокартах, популярен, будет ли он пиковать, будет ли дорожать из этого видеокарточки и так далее, или же нет. Сейчас я предлагаю вам ознакомиться с этими факторами, ну а лично вы можете написать в комментариях, как думаете, да или нет. Во-первых, майнерам удалось уже достаточно сильно обойти защиту от LightHashRate LHR, слава на известный, на 80%. Мы об этом с вами недавно говорили, и как бы они и далее трудятся, чтобы все это сломать и обойти. А во-вторых, пост эфира, вау, снова перенесли. То есть мы его ждали во втором квартале этого года, теперь в третьем квартале. Хоть нам и вешают лапшу на уши, что да-да-да, мы уже почти перешли, не покупай видеокарты, мы с вами об этом недавно говорили. Но тем не менее, перенесли и пока что не перешли. И логика как бы подсказывает, что видеокарточки на этом фоне не будут дешеветь. Хотя они сейчас реально дешевеют, я уже сделал на этот счет не один обзор и аргументировал почему. Но во всем этом есть и обратная сторона медали. Здесь три пункта. Первый состоит в том, что сложность майнинга, ну, наверное, за всю историю, находится на самом большом пике своей сложности. То есть, допустим, берем одну из очень перспективных видеокарточек RTX 3080 Ti с тем же LHR. Она сейчас генерирует чуть-чуть более чем 2 доллара за сутки. То есть, условно говоря, для того, чтобы вам отбить эту карту, потребуется примерно года два, чуть поменьше. И если вы возьмете ее по рекомендованной розничной ците. Ну, это утопия. Второй пункт заключается в том, что поставки видеокарточек растут. А желающих их приобрести, ну, меньше не стало. И это касается до сих пор как майнеров, хотя, наверное, скорее всего, тех, которые давно в этой всей индустрии не новичков, так и обычных других пользователей, которым нужно графический процессор для того, чтобы работать, играть, заниматься какими-то своими бытовыми делами. Так вот, если спрос майнеров все-таки еще соблюдается какой-то, то это говорит о том, что будет сложно сети только расти. И третье, это касается количества карт. Во-первых, у нас на носу с вами выход RTX 4000 серии, RX 7000 серии, выходит RTX 3090 Ti, RX 6500 и 6400, которые были в готовых сборках, да, они теперь в розницу раздаются. Да, они не сильно мощные, но тем не менее. И плюс на носу вроде как выход видеокарточек Intel. То есть, ну, кошмарное здоровенное множество GPU-шек. Но, возвращаясь именно к новым видеокарточкам, новым линейкам RX 7000 и RX 4000 серии, в них будет, в контексте именно NVIDIA, естественно, в них будет защита LHR. Понимаете, да? А там еще и стартовый ценник по MSRP, то есть RRC выше, и в общем, вы понимаете. Но, тем не менее, можете написать свое личное мнение в комментариях, как вы думаете, чего нам стоит ждать в этом вопросе. Но на сегодня у меня для вас, ребятки, все. С вами как всегда был Human, и как всегда, кайфовые вам игры. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok